Всем привет! Меня зовут Саша и вы смотрите мой канал о парфюмерии и, конечно же, моих парфюмерных ассоциациях, которые я связываю с ароматами. Но сегодня у нас с вами будет не творческие рубрики и не топ-чарт, а, я думаю, одно из ваших любимых направлений это слепые затесты. Если вы готовы смотреть, как я, может быть, что-то угадываю, может быть, позорюсь, а может быть, просто рассуждаю на парфюмерную тематику, слушая незнакомые мне ароматы, которые вот так вот выглядят в мешочке. Они подписаны только номерками, а также еще есть отгадки, которые я, естественно, не открывала. Я неделю их слушала, и у меня в блокнотике записаны мои ассоциации, но сегодня я вместе с вами еще раз буду их слушать, нюхать, если вам так больше нравится. И за этот затест я хочу сказать огромное сердечное спасибо моей зрительнице, которая тоже является парфюмерным энтузиастом, Дума увлекается этой тематикой уже очень много лет, живет она сама в Италии, но originally из Грузии, из Батуми, именно там мы с ней встретились. Она мне дала целых два набора для слепых затестов, по пять флакончиков в каждом мешочке. Сегодня у нас с вами будет часть номер один, скоро выйдет уже и вторая. И еще она дала мне в целом мешке просто кучу парфюмерных подарков, за что ей огромное спасибо. Елена Сфрагранци, у нее такой никнейм в инстаграме, если вам интересно, и конечно же проходите к ней, тоже смотрите, она делает слепые затесты, это очень интересно всегда слушать и смотреть. Но давайте уже без промедлений скорее начинать наш затест. Так, правила игры я вам сказала, открываю свой блокнот, чтобы уже сразу знать, что я тут делала, что я тут записывала. Чтобы вы понимали, я вам не буду тут долго шуршать, но мне вот просто человек такой прекрасный и заботливый, она сделала все отливанты вот в таких мешочках, просто они будут очень сильно шуметь. Я поэтому все заранее сняла, а так у меня каждый был в отдельном пакетике, чтобы не протекли, не дай бог, и вот такое количество самого вещества парфюмерного для того, чтобы я смогла хорошо ознакомиться. Я вот уже сказала вам, что неделю где-то разнашивала я эти ароматы. Начинаем с номер один. Сейчас еще раз буду все слушать, смотреть. Вдруг что-то изменилось. Этот аромат номер один, это мое любимое направление. Вот последний, наверное, года три, и оно в тренде сейчас в парфюмерии. Я знаю, что очень многие мои коллеги не любят это направление. Это супер свежий морской соленый фужер. Обожаю! Здесь с первых нот сразу слышится вот этот вот морской бриз, причем не обязательно каких-то южных стран, не Средиземного моря. Может быть, это какое-то Балтийское море, что-то северное. Соли очень много. Такой йод слегка прослеживается. Я записала так, что это фужер, акватика 100%, соль, минералы, морская вода. Ну, конечно, обычно мускус в базе. Сегодня я это слово буду говорить вот сколько, пять ароматов. Вот пять раз как минимум, потому что это точно есть в каждом аромате. Как такое связующее звено, база. Может быть, здесь есть на старте вместе с морскими акватическими историями какие-то цитрусы, типа, не знаю, апельсина, лимона, флёр д'оранжа, вот этих вот цветов апельсина, которые... Также помимо цитрусов и этой акватики я в аромате чувствую, может быть, слегка чуть-чуть какие-то веточки мяты свежие, немного лаванды холодной и, конечно же, водоросли. Вот что-то такое есть. Я полагалась на то, что, окей, Италия, значит, скорее всего будут итальянские ароматы. Ну, я не знаю, может быть, конечно, и не совсем так, но, скорее всего, это будут какие-то итальянские марки, потому что все остальное, что было уже в известных флакончиках, оно было в основном итальянское. И многих из этих марок я просто не знала, поэтому буду говорить наугад, что есть такого солёненького, акватического, модного сейчас. Не знаю, лаборатория Альфа-Тива, у них есть Солина, Солярия, как это называется, Джордина Бенессери, вот у них есть Солярия и Оусяния, Оусяния. Тоже очень-очень похожие ароматы. Есть ещё какая-нибудь Аква Ди Портофино, вот я покупала сама не в Портофино, а в Рапало в городке, это Лигурийское такое побережье итальянское. Очень тоже похоже, как будто под парусом плывёт какой-то классный моряк в белой футболке, загоревший. Также, ну что это может быть, Зоологист, вот этот вот, который кальмар у него, но он более грязный, более такой с чернилами какими-то, с рыбой, с более такими какими-то густыми водорослями. Здесь этого нет, этот аромат чище. Может быть, Сель Марин, который от Хили, не знаю, я вот тоже выписывала себе. Прослеживается ещё, наверное, Кедр в базе. Ну, я сегодня не надеюсь угадать вообще марку, потому что если вы мне всё итальянское тут прислали, то, скорее всего, я плохо знаю этот сегмент итальянских мастеров, особенно если это ниша. Но, не знаю, вот я назвала то, что я назвала, то, что я повыписывала все эти дни, что вспомнила, что мне кажется очень похожим. Но давайте будем судить сегодня меня по тем нотам, которые я угадываю или не угадываю в аромате, скорее, чем по названиям, потому что в названиях, я уверена, я ничего не угадаю. Вот такие у меня ассоциации с ароматом номер один. Номер один, помним, да, что я сказала, что у нас там быстренько будем так проходиться, что это соль, фужер, акватика, минералы, морская вода, мускус, ваниль, флюор д'оранж, апельсин, лимон, мята, лаванда, всякие солина, жордана, бернесеры, кедр, мирт, водоросли. В общем, что-то такое, да, это я вот вам сказала, свои ассоциейшены. А тут у нас, а на самом деле, что у нас такое? Ух, тут целая записка. Amare Cardusia, Nisha, Италия. Италию угадали, нишу угадали. Nosa, Luca, Maffei. Ну-ка. Один из самых красивых ароматов, передающих атмосферу итальянского морского берега. Girl. Травы, соль, солнце. Очень красиво и классно. Соль, розмарин, бергамот, водные ноты, мята, кедр, гвояк, мускус, пачули. Прямо отмечаю, я угадала. Соль, я угадала. Бергамот, водные ноты, мяту я, по-моему, сказала, да, сказала. Кедр я сказала, мускус сказала. Ну вот не угадала. Гвояк, пачули, розмарин. Очень схож со стареньким 2009 года. Cote d'Amour, L'Artisan Parfumeur. Оно амаре, сочнее и атмосфернее. Еще один аромат, потрясающий, в акватическом стиле с салями, минеральный, который мне, по всей видимости, надо. Если он еще и стоит, классно. Проверим с вами вообще, сколько это все потом стоит, это нишево-итальянское, чудесное, бризовое, морское. И, если что, купим его, а не вот эти все, что я перечислила. Ну, что, засчитывая мне, что я молодец, почти все угадала, кроме самой марки, потому что еще раз нишевую итальянскую парфюмерию так хорошо я не знаю. Так, беги сюда. Баночка-скляночка номер ДБА. Вот такая симпампулечка. Наносим на блотер. Помните, у меня выходило видео с слепыми затестами, которые мне присылали с кучей условий и рандеву. Так вот, лучший слепой затест, это когда ты имеешь право открывать заранее ароматы, разнашивать их три дня, неделю на своей коже в разную погоду, давать себе подумать, давать аромату раскрыться. И только после этого выписываю ассоциации и дальше уже вам их рассказывать. Я понимаю, что это была игра, что жесткие правила, что, ну, типа, нужно открыть коробку сразу, люди, чтобы не подумали, что ты что-то там подсмотрела. Но по-другому, мне кажется, ароматы просто невозможно угадать. Итак, что у нас в номере два? Сразу же чувствую зеленый, фужерный, инжирный аромат. Вот, яркие фрукты какие-то, я не знаю, здесь и инжирный лист, вот этот вот зеленый такой бархатисто-терпковатый, и при этом какие-то терренсовские очень такие страстные, яркие, кисленькие красные фрукты, я не знаю. Может быть, что-то типа тропической истории а-ля гуава, а может быть, что-то со сливой связано, не знаю. Может быть, это инжир такое дает, как бы и лист, и сам фрукт, сам плод, точнее. Мускус в базе, понятно, это я уже сказала, что буду везде это говорить. Дальше, какая-то зеленая пудра. Ну, дымчатость зеленую обычно дает ветивер. Ну, не знаю, есть ли он здесь, может быть, и есть. Зелени здесь очень много. Дальше, что-то еловое я себе выписала, да, что-то хвойное еловое, но, скорее всего, может быть, если здесь есть манго или гуава, то манго дает вот иногда вот это еловое ощущение, но это такое недоспелое манго, скорее, недозрелое. Инжир, вот я себе много раз написала слово инжир. Да, инжирный, зеленый, какой-то приятный аромат. Вот, вы знаете, я не люблю ароматы с фигой, с инжиром, у меня просто травма физическая, психологическая с этим плодом связанная. Но, в принципе, на других она раскрывается красиво. Он еще, знаете, дает при раскрытии на теле в теплую погоду лактонность. Лактонность тоже бывает в инжирных ароматах, я не знаю почему. Может быть, здесь есть еще сандау, который способствует более лактонному раскрытию, то есть такой молочной, близкой к коже, красивой ноте. Чуть слегка кремовой. Не знаю, даже нет никаких предположений, что это может быть. Очень много инжирных ароматов сейчас. Так, чтобы я прям ха-ха и узнала, ну, вряд ли. Может быть, я что-то и выписала. Терренции вот я написала. Больше такого, что Map of the Heart, Purple или Red. Ну, нет, это точно не эти ароматы. Вообще не похоже. Не знаю, что это, но ноты я перечислила. Ну-кась. Так, я тут пишу фрухты, мускус, инжир, гуава, слива. Так, инжир, 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 много зелени. Мускус, я сказала. Какая-то зеленая пудра, может быть, манго. Да, вот тут я еще выписывала себе, что ирис или фиалка. Почему? Не знаю. Пыльца мимозы, терренции, что-то еловое, можжевельник. Ну, да, не знаю. Ой, порвала немножко бумажку. Так, Cow Zoologist. Вау, ниша Канада. Ну, хоть нишу угадали. Нос у этого аромата Натали Face Tower. Цветочно-леденцовое молоко. О, ну, вот видите, я молоко прочитала, как инжир здесь. Это тоже лактонную такую ноту дает этот плод. Приятный, чуть интригующий. Из-за чувственного мускуса. Мускус, по-моему, я тоже говорила, да, говорила. Но вполне себе понятный и носибельный. Согласна. Да, носибельный, приятный. Яблоко, шалфей, молоко, гелиотроп, фиалка, ландыш, жасмин, мускус, бензоин, ветивер, кедр и амбра. Но, по-моему, я вот из всего этого назвала только мускус и сказала, что... А, фиалку называла. Да, фиалка у меня тоже есть. Жасмин я, по-моему, не говорила. Говорила, что что-то еловое здесь есть и зеленое. Но, скорее всего, зеленое это по ветиверу, а еловое нет. Тут кедр, конечно, ничего такого тут другого и нет. Ну, угадала я, получается, только мускус и фиалку. Две ноты из того, что было заявлено. Очень интересный, красивенный аромат. Мне он все равно до сих пор. Давайте вот переслушаю. Кажется, больше... Это не он. Вот он. Больше инжирным. Да, абсолютно инжирным. Но фиалочная пудровость, вот она больше сейчас раскрывается. Очень красивый. Гелиотроп тоже дает о себе знать. Он больше всегда используется вот как раз-таки в ароматах, которые посвящены курортным историям. И молоко. Ну, вот я инжир приняла за молоко здесь. Красивый аромат. Каузеологист. Это новый аромат, поэтому я, видимо, его еще и не знаю. Но уже интересно. Переходим к аромату номер три. Такая же баночка-скляночка. Блотер. И выписала я себе ассоциации разных всяких. Кстати, вы там сильно-то не пугайтесь по поводу моей брюнетости. Я вам забыла в начале видео сказать, что это просто эксперимент. И, знаете, такие специальные спреи, которые смываются в этот же день, когда вы их нанесли. Ну, нравится мне меняться. Нравится. Блондинка я останусь. А это так. Просто. Покуражиться. Итак, нанесла аромат номер три. Нужно еще раз нанести, потому что что-то с блотера плоховасто чувствую. Вот на коже он был очень ярким, я помню. Итак, что здесь у нас есть? Я тоже написала фужер, но это какой-то фруктовый фужер, если такое направление вообще существует. Также прослеживается какая-то пудра, тальк, конечно же, мускус в базе. Какая-то поначалу фруктовая фужерная чистота, если так можно вообще выразиться. Конечно же, на старте здесь какой-то ворох цитрусов. То есть в лимонад налили лайм, цитрон какой-нибудь, петитгрейн и зеленушкой присыпали, скорее всего. Лимонный порошочек, который такой, знаете, здесь приятный, чуть сладковатый, как пудрочка такая лимонная. Белые цветы, блок, скорее всего, здесь каких-то симпатичных есть, а-ля жасмин, но не индольный. Опять написала много-много зелени, лимон, бергамот. Может быть, при раскрытии в базе сандал или кедр. Ну, может быть, они и вдвоем там. Почули? Ну, не знаю, Почули есть здесь или нет. Я выписала себе, пока не чувствую. Вот мне в этой посылочке еще был аромат тоже от итальянской марки, которая в основном для парикмахерских, для мужских используется. Ака Каппа. Я вот, кстати, была не знакома с этой маркой, а марка оказалась классная. Он тоже фужер, называется сфария. Похож на него этот аромат, но, наверное, это все-таки не он. А так, ну, честно говоря, очень много таких зеленых, красивых ароматов с чистотой, с фруктами. Тоже, может быть, слегка в стиле Теренци. Так, чтобы я его узнала с трех секунд. Нет, таких ароматов очень много. Красивый, да. Купила бы я себе его. Ниша это, скорее всего, ниша. Вообще, мне кажется, все, что я сегодня слушаю в этом затесте конкретно, это ниша. Третье. Третье. Что это у нас такое же было? Третье. Очень интересное. Ну-ка. Деко Брачалини. Так, марку я уже не знаю, потому что это люкс, недорогой, Италия, 2018 год. Угу. Нос Элиас Эрменидис. То есть он еще и, что, итало-грек, наверное, какой-нибудь. Совсем недавно открыла его для себя. По-моему, звучание очень трендовое. Ну-ка, еще раз третий. Where are you? Don't they stop, querido me? Да, 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 да. Так и есть трендовое. И необычная. Некая смесь Иденка Шарель. Есть только в дальнейшем раскрытии. С элементами Бакары. Бакары вообще не чувствует слова совсем. Нету. Интересно, как минимум, нет? Да, интересно. Гелиотроп, сицилийский лимон, розовый перец, ром, корень ириса, тиаре, жасмин, абраксан, кожа. Кожа? Мускус и пачули. По-моему, я угадала парочку нот, это точно. Так, что я сказала? Тальк пундра, лимонный порошочек, съедобный кисленький бисквит. Но этого здесь нет. Но лимон, я сказала, лимонный порошочек, да. Сицилийский лимон здесь есть. Розовый перец я не называла. Но я сказала, жасмин. Жасмин я называла. И что здесь еще есть? Мускус и... Мускус и пачули. Хе-хе-хей. Мускус и пачули я тоже называла. Итого я угадала 4 ноты. Ну, уже неплохо. Интересный аромат. Не совсем мой. Но, в принципе, если кому-то попробовать что-то новое в стилистике Иден Кошарель. Но вот здесь ближе, чем к Бакаре. Бакаре я здесь не чувствую от слова совсем. То можно попробовать. Тем более, он люксовый, недорогой, итальянский. Аромат номер 4 у нас в очереди следующий. Так, открываем, наносим. Блотеры у меня еще с парфюмерной моей встречи остались. Эть-эть. Что это у нас такое красивое здесь? О, ну это просто мощнейший ладан. Я вот прям сразу написала. Мощь, ладан. Ладан мира. Что-то такое церковное, но больше дымное. Ух, пачули, конечно же. Сладость там просто в бальзамической какой-то концентрации. Бензоин какой-нибудь 100%. Какой-нибудь толуанский бальзам или перуанский бальзам, типа того. Из дерева что-то такое, ну, серьезное. Типа, ну, красное дерево, палисандр. Сандал вряд ли. Более терпкое какое-то основательное дерево. Ну, не дуб, ну, красное, вот палисандр, типа того. Ладан, как вот это вот что-то с дымом, со смолой связанное. Специи какие-то, амбра, мускус, конечно же. Не знаю, есть ли здесь лаван, да вряд ли. Может быть, есть какой-то перец. И розовый перец, красный вряд ли. Сильно не щекотит нос, да. Черный перец, может быть, здесь тоже есть. Но вот я за бальзамы, за дымность, за ладанность в большей степени. И какие-то специи. По поводу цветов, не чувствую здесь ничего. Но обычно в такие вещи розу добавляют какую-то, знаете, такую. Серьезную, в годах, в летах. Наша роза, если она здесь есть, то она монахиня в какой-нибудь католической церкви. Или наоборот, даже монах, да. Скрытый, подрясый, темный, с кадилами. Ну, в общем, я уже тут рисую вам ассоциации, но не надо этого делать. Сегодня мы просто слепые затесты проводим. В общем, ладанный аромат. Что это может быть? Опять же, я сразу почему-то стала в сторону итальянских марок думать. Ну, не знаю, какой-нибудь Ира Виканта. Если Теренци, то Магнификат у них. Похожая история ладанная. Миакульпа. Армани Боадансанс, который у меня когда-то был на обзоре. Похожи, но вряд ли это он. Там более церковный ладан. Здесь все-таки не совсем такая церковная тематика. И мема Tiger's Nest. Может быть. Потому что кожа, вот кожа, кожный нюанс я пропустила. Может быть, здесь есть кожа, и она дает тоже некую дымность. Кожа и ладан тоже часто совмещают. Может быть, мема. Какая-то мемная кожа с ладаном. Ну, в принципе, сказала все, что чувствую. Вряд ли это что-то из коллекции типа Avignon. Comme des garçons. Не знаю. Мне кажется, вот что-то, если из итальянских марок, то это куда-то туда. Я уверена, я не угадала никакую марку. Но ноты прям... Вот буду сильно удивлена, что если здесь нет ладана. Ладно? Буду прям расстроена. Наговорила кучу всего про ладаны, мощь, мир, вот это вот все. И теперь надо узнать, что это. Так. Lux Visionaria. Filippo Sorcineli. Ну, марку не угадала. Это я вас уже предупреждала. Ниша. Италия. 22-й год. То есть еще и новинка. Класс. Кажется, моя теория про то, что все итальянское сегодня будет, работает. Мне он понравился сразу. Хотя для многих он остается очень спорным. Он вообще не спорный. Очень красивый, лаконичный, концептуально ладанный аромат. Вижу сходство направлений с Seminalis Orthoparisi. Да, но только этот более грязный. А то, что вы мне прислали, он чистый, красивый, понятный. Короче, классный. Соглашусь. Что здесь есть? Ladan. Girl. Ваниль Pachuli. Pachuli назвала. Ambra. Угу. Есть. Шафран не называла. Mira назвала. Landish. Не почуяла я Landish. Ну-ка, давайте. Но среди этого мира и ладана, Landish тут, извините, затерялся. Благородная древесина. Ну, я называла, что это что-то такое мощное, но не попала просто в какое конкретно дерево. Но благородную древесину себе зачтем тогда. Амбрета. Я сказала, что амбра, в принципе, можно. Jasmine. Я сказала, что из цветов не знаю, что может быть роза, но о жасмине не называла. И ланг, и ланг. Ну, опять же, среди ладанов уже вряд ли там ее поймешь. Полынь. Прикольно. Не называла. Дымчатые акценты. Я сказала, что кожа. Ну, не знаю, зачтем. В принципе, много. Много угадала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, семь нот. Это уже достаточно. О, ПС. Аромат был создан в сотрудничестве с известной американской журналисткой Бьянко де ля Гарца. Ну, что, Бьянко де ля Гарца и Филиппо Сарченелли, вы молодцы. Это прекрасная работа, я считаю. И очень классный аромат, который мне понравился. И я, в принципе, неплохо справилась с нотами, что меня радует. Так, переходим к последнему на сегодня. Аромату. Нумеро синько. Чинько, или как это по-итальянски это будет? Нумеро санк. Нумеро файв. Так, как-то это будет. Хути. Хути с номери по-грузински. Я надеюсь, я правильно сказала. Так, наносим. Смотри, какая воображуля сегодня. Я такая. Разошлась немножко. А вот это просто, знаете, из церковных каких-то готических приключений просто пускаемся сразу во дворец Людовика и его супруги. Мари Антуанетты, знаете, с пирожными и вот этими всеми ванильными. Конфетницами, конфетницами, кремон и так далее. Это ванилища. Ваниль в десятой тысячной степени. Я не знаю. Я прям написала. Ванильница, кокосище. Ваниль, кокос. Просто вот умножьте на 10. Это вот этот аромат. Очень много вот какой-то такой кондитерской сладости. Гурманский аромат. При этом здесь есть, скорее всего, миндаль. Но миндаль не горьковатый. Миндаль, скорее, как в марципане, да. То есть, опять же, ассоциации кондитерские сладкие. Дальше, что я написала. Бабы тонко. Ну, обычно бывает, когда сладости добавить. Какие-то лактоны 100% есть. Ну, скорее всего, кокосовый лактон. Сандаловый нюансик прослеживается. Скорее всего, какая-нибудь амбрушка здесь завалялась. Может быть, из белых цветов, которые дают такую животную, мускусную, жирную базу раскрытия аромата. Что-то есть типа туберозы сливочной, гордений хищенной. Не знаю. Может быть, они здесь есть. Но, честно, он больше курортно Гавайи, Таити. Вот это вот туда. Потому что кокос плюс ваниль, это всегда какое-то ощущение загара. И каких-то островов, Мальдив, не знаю. Слово «дольче» я прям выписала. Слово «дольче» подходит в название аромата. Он прям сладкий. Он прям десертный. Я пишу прям точно есть слово «дольче» или «ванилла» в названии. Ну, не знаю. Не табака-ваниль. Нет. Может быть, «Диор ванилла». Я когда-то смотрела эту линейку. Это вот, которая бутиковая у них. Классный аромат. Похож на него. Но в «Диор ванилла» нет такого кокоса. Поэтому, скорее всего, это не он. «Ателье колонь ваниль интенс». Может быть. Но, опять же, по-моему, там нет вот этой курортности. Там больше ванилька. «Лаш ваниллари». Вот это точно, ну, скорее всего, мне его не прислали. Но он, правда, похож. Но в «Лаш ваниллари» нет такого кокоса, как здесь. Но, правда, вот очень-очень похож аромат. И еще я написала «Ваниль Абсолю» какой-то от кого? От «Монталь». Вот. Может быть, он. Но, опять же, и снова кокосико там не пробегало. А здесь пробегало. И, честно говоря, вот похоже еще, как время проходит, особенно, когда на теле. Он становится больше похожим, как спрей для тела, а-ля «Тыфрашей», всякие там «Ваниль Нуар» у них есть. И в «Парфюмы» спрей для тела. Или «Ваниль Бурбон». Вот куда-то на дешевую сторону он переходит. Но при этом мне не менее нравится. У «The Body Shop» тоже есть такой кокос, который с ванилькой пахнет вот так вот. Не знаю. Это может быть и нишей, вот все, что я вам перечислила. Это может быть каким-то красивым бутиковым курортным люксом. И при этом это может быть просто люксом какой-то интересной коллекции, а-ля «Estee Lauder», вот этот вот «Bronze Goddess» «Azure» или «Azure La Nuit», но там меньше ванили. Либо это может быть вот такие вот «Drug Store» косметика, а-ля «Body Shop» или, не знаю, «Ифрашей» причисляется к аптечной косметике, скорее, нет, чем, да. Но вот куда-то туда. Он очень красивый. Я вообще не носила ваниль и не любила ароматы с ванилью. Про меня брррр вот так пробирала раньше. Но поселившись здесь, в Грузии, в теплом климате, все кондитерские гурманские ароматы с ванилью особенности в базе раскрываются потрясающе. Если еще добавляется капелька кокоса и какого-то крема от загара, то это вообще дайте мне, пожалуйста, побольше. Видите, как вкусы меняются. Поэтому я вот вам перечислила все, что я почувствовала. Давайте же, друзья мои, открывать, что это на самом деле такое. Пятерочку откроем. Тут целые послания мне просто большие. Я сказала, что дольче или ванилу будет, но кокос в названии. Ожидания оправдались. Я все сказала, что, скорее всего, все здесь ниша и все в Италии. Качественный сладкий кокос. Соглашусь. Очень любим здесь среди парфманьяков итальянских, любящих гурманику. Я теперь тоже в вашей команде, девочки, мальчики. Мне очень по настроению. Мету. Не всегда люблю такое. Не любила вообще никогда. Полюбила последние полгода. Инжирное молочко. Ммм, вот это я не называла. Кокосовое молочко. Да, я сказала, что есть кокос. Ваниль сказала. Я сказала, ванильща. Какао белое. Ммм. Ух тышка. Я его не называла. Но, скорее всего, да, оно есть. Очень красивое. Такое, как белый шоколад, скорее. Миндаль называла. Белый мускус. Ну, мускус вообще в целом называла. Зеленый мускус. Ну, типа мускус я называла. Мадагаскарская ваниль. Ну, ваниль я назвала в десятой степени здесь. Поэтому, какая бы там она ни была, в ваниле есть ваниль. Ну, что, неплохо. Ну, сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть нот. Шесть нот, рогацы. Шесть. Я молодец. Пусть и не знаю эту прекрасную скагледико. Итальянскую. Ну, что, друзья мои, это были все пять ароматов. И замечательный, я считаю, успешный слепой затез, за который не стыдно. Вторая часть обязательно скоро будет. Вот ответики, которые я, естественно, открываю при вас. И вот такой же пакетик с пятью другими ароматами, которые я как раз вот сейчас уже тоже разнашиваю. Скоро, думаю, через неделю-полторы я вам уже выложу вторую часть. Огромное спасибо тебе, что прислала и привезла с собой из чудесной солнечной Италии все эти ароматы. Очень многие из них я бы сама носила и даже себе купила. Это точно первый вот этот акватический прекрасный соленый фужер минеральный. И пятый, вот эту кокосовую ванильницу чудесную. Может быть, даже четвертый с ладаном, но это ближе к зиме. Очень интересно мне было. Надеюсь, вам тоже. Если вы любите такой формат, то обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. И нажимайте, конечно же, на дин-дин-дин-дин-дин-дин колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. У меня не только слепые затесты, но есть еще парфюм-сторис, где я уже вообще ртовые фильмы снимаю. И также есть парфчарт, где мы пятерку топ-ароматов на какую-то определенную тему разбираем. Очень буду рада вашим комментариям и подпискам. Давайте общаться. С удовольствием увижусь с вами еще совсем скоро. Чао, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok